Нужно у него учиться этому. И вот ловля, это искусство. Как Игнать Тихонович говорит, для крещения нужно ничего, нужно быть законно рукоположенным священником, а душу ловить в евангельские сети нужны тысячи талантов. И об этих талантах тоже Евангелие нам говорит. Всем Господь дал таланты, кому один, кому десять, кому пять. Таланты у всех есть. Но тому, кому дали один, он этот талант зарыл. Зарыл и говорит, на тебе, Господь, твое. И Господь что на это ответил? Лукавый и ленивый раб. Так давайте же не будем этими лукавыми и ленивыми рабами, а не только молиться, как о брате, нужно и делами своими молитвами подтверждать. Конечно, брату Михаилу тяжело. И он и желает, ему помощь нужна. И то, что брат Николай мне как-то резанул, а там мы ничего не поможем, ничего там этого дьявола не осилен. Да Господь дал нам власть наступать на силу вражью. Постом и молитвой, если в сей общиной объявить трехдневный пост, не пить, не есть, так неужели сатана не попятится-то? Я это на себе испытал, у меня с сыном беда была. Три дня не пил, не ел, молился, плакал, Господь исцелил. А тут брат столько добра делал, потопил нам постоянно. Сейчас его нет, холодно. А почему? А его зеленый змея буял. Поедем сейчас к нему и будем разбираться с его братом. И что, помогать надо, а как? А как? Кинуть что из них? Кинуть его, бросить в это беде. Если бы он сказал, не молитесь за меня, я встал на путь греха. Более того, он же сам меня просил о том, чтобы его полечить. Он плачет, я боюсь один. Инициативный, не то, чтобы отказывался. Да, я боюсь один, то есть его дьявол ловит, а мы, если мы не будем ловить эту душу, ну, можно сказать, а она уже поймала, она уже верующая. Так и верующие терпели кораблекрушение в вере. То есть вера отошла, воля падает у человека. И Господь посылает помощников. И Он нас, может быть, на это избирает. А мы не пойдем, мы талант этот зароем. Господь с нас сплачет. Я думаю, Сергей, вера не отошла от него. Раз он хочет, то сам плачет. Я имею в виду, в угол. Да, не совсем. Он осознает это, что не может ставить. Ему стыдно, он плачет, он хочет. Он невыносимо тяжело. Тогда много лет была такая ситуация. Игнать Тихонович забрал, он пожил какое-то время и все. То есть помощь оказана такая. Потому что овечка, которая от стада отбивается, ее волк похищает. Почему церковь называется тело Христово? Овцы. Когда мы в стаде, в ограде. А что такое ограда? Заповеди. Когда мы заповеди соблюдаем, ничто нам не повредит. А когда грех, он сам, вот это пьянство, это грех, он сам себе открыл дверь и патана им крутит. И он не может, что она говорит, он ее идет и делает. Беда, конечно. Да, согласна, Град. Согласна, что надо помогать. Это и молитва, и делом. Ну и помолитесь тоже, меня сейчас просят помогать. Беда, у нас в городе очень много бездомных собак, которые кидаются на помощь в отлове собак. То есть ловцы, ловцы человека, ловцы рыбы, а я вот ловец собак. И причем, сатана так хитро делает, что указ Путина, ни в коем случае их нельзя отстреливать. То есть, понимаете? Не, чтобы питомников набрать. Да, вот. Ну то, да. Да, тендер выиграла Ласка. Ласка ни под каким предлогом говорит, мы убивать не будем. А поймать ее не поймаешь, она пугливая. Вот у Игната Тихоновича есть стихотворение, он сравнивает бездомную собаку с безбожником. А хозяйскую с человеком с верующим. Действительно, у собаки у нее нету хозяина. Она как безбожница, она в репьях, она похожа на пьяницу, на бомжа. Другое дело хозяйская собака. Она там охранник, там все, она ее видно. И вот тоже помолитесь, чтобы мне Господь дал разума и искусство в этом деле. Заявок много, а поймать не могу. Стрелять нельзя сетями душить. Душить нельзя, усыплять нельзя. То есть, чтобы стрельнуть, стоит 500 рублей, чтобы она не умерла. А чтобы умерла, ну там 100 рублей. Ах, чтобы умерла нельзя, это негуманно, понимаете. Вот такая ситуация делал тоже. Собак жалко, а людей, которые они рассердывают, не жалко почему-то. Молитесь еще о брате Сергея постоянно. Помните, это оборонежа. Молитесь, не забывайте. Это вот просто такая... Спасибо, Христос. Что там американских наших? Да ничего, все спокойно. Все спокойно? Багдаде все спокойно. Ну, слава Богу. Слава Богу. Поклон передавайте. Сегодня уже на общей службе мы помянули Александру, рабу нашу, сестру, рабу Божию. Ну и сейчас тоже приглашаем всех помянуть ее, пропоем и... Многое лето, вечную память. Вечную память. Вечную память. Все, придавайте свой пик, молодежь-то. Песня. 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 Господи, покой рабу Божию, Александру, в обителях Твоих небесных, Прости я все согрешения, вольные и невольные, совершенные в этой жизни, Исповеданные и неисповеданные по человеческой немощи, Господи. Прости ее, Господи, и помилуй ее. Беже слава восстала им Отцу и Сын и Святому Духу, ныне, всегда и во веки, веков. Аминь. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распоряд, беззаконие, которое втайне, останови делающих зло. Просвети, правители страны наши, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небежении Своем и проповедуют смело и инославно об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, за то, что оставили Тебя и Слово Твое, излеченное Святой Библией. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия. Алва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонения, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И как всегда, сейчас крапи, записно пение и занятие. Сергей Павлович пройдет занятие. Оставайтесь.